МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В итоге рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин. По его словам, согласно итогам прошлого года, оборот химпрома страны составил более 7,5 трлн рублей. Зафиксировано незначительное снижение производства по сравнению с 2022. Лидируют предприятия по выпуску минеральных удобрений. Они произвели 60 млн тонн продукции. Из них 40 млн отправили на экспорт. Далее по темпам развития идут предприятия по выпуску метанола. При этом страна по-прежнему зависит от импорта продукции малотоннажной химии. Чтобы обеспечить население и предприятие критически важными товарами, требуется масштабная модернизация отрасли, которую поможет осуществить новый национальный проект. В рамках него до 2030 года создадут 33 инжиниринговых центра и несколько сотен новых производств. По словам Михаила Юрина, Башкортостан, как один из ключевых регионов в сфере химической промышленности, мог бы включиться в процесс реализации нацпроекта. «Исторически на территории республики есть ряд предприятий. Это и Башкирская содовая компания, Газпромнефтехим, Салават и Башнефть. Это все предприятия имеют компетенции, имеют сырье. И если будет инициатива со стороны предприятий, конечно же, мы их поддержим и включим их в периметр проекта. Перечень дефицитных продуктов, перечень цепочек у нас есть, он определен. И компании могут вполне успешно реализовать эти проекты при поддержке Минпромторга». Также на пленарном заседании речь зашла о создании и продвижении в области нефтегазодобычи и переработки. После введения масштабных санкций, поставки программного обеспечения и оборудования в Россию прекратились. И появилась необходимость искать механизмы импортозамещения. По словам президента Союза нефтепромышленников России Геннадия Шмаля, властям и специалистам стоит задуматься над возрождением профильных институтов. «Надо воссоздавать те школы, которые были. Школы, которые были в Башкирии, в Татарии, в Западной Сибири, в других местах. Были очень интересными учеными. Если посмотреть, что такое ГРП, ГРП впервые был разработан в России, или в Советском Союзе, точнее, а потом. Или там насосы по, центробежные насосы по добыче нефти». В ходе обхода выставки «Газнефттехнологии» руководителю Башкортостана и гостям презентовали проекты компаний, разместивших свои экспозиции. Кроме отечественных предприятий, в выставке принимают участие делегации дружественных стран – Узбекистана, Ирана, Казахстана, Куба, Китая и многих других. Так, во время общения с китайскими предпринимателями, планирующими строительство завода электротехнического оборудования в регионе, Ради Хавиров пообещал оказать всемирную поддержку иностранным инвесторам. «Мы очень рады, что начали у нас работать. И как только офис откроют, приглашайте, мы вместе откроем офис и обсудим дальнейшие перспективы нашей работы». Также в первый день форума и выставки прошли секции, посвященные повышению производительности труда и механизмам бережливого производства, метеорологическим проблемам, мерам государственной поддержки, цифровой трансформации в ТЭК. Власти республики провели встречу с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзомахмудовым. Стороны обсудили создание технопарка в Ташкентской области, где реализуют ряд совместных проектов. Узбекистан заинтересован в поставках компонентов для энергетики башкирского производства, в частности силовых трансформаторов и кабеля для сборки различного оборудования. Кроме того, зарубежные предприятия заинтересованы в сотрудничестве в сфере нефтепереработки, химической промышленности и деревообработки. Второе – это развитие сотрудничества в сфере химии. В первую очередь, малотоннажной химии, где мы видим огромный потенциал, знание, опыт, технологии, доступные здесь, которые можно объединить и наладить совместное производство на территории Узбекистана. Для всех этих целей и создадут технопарк. По словам главы Башкортостана, Узбекистан сделал значительные шаги по развитию машиностроения, нефтехимии. Поэтому стороны готовы делиться технологиями и компетенциями, обмениваться успешными практиками. На реализацию в Башкортостане программы содействия занятости сельского населения в этом году направят почти 29 миллионов рублей. Сумма на 22% больше, чем в 2023-м – это самый большой транш среди регионов страны. По словам вице-премьера, главы Минсельхоза Альшата Фазарахманова, Башкортостан является одним из самых активных участников этого направления – программы комплексное развитие сельских территорий. В прошлом году сельхозтоваропроизводители и переработчики сырья получили 24 миллиона рублей субсидий. В итоге практику прошли 308 студентов, 160 человек получили образование. В прошлом году на поддержку получили 106 предприятий АПК на подготовку 468 работников. Данное направление не такое дорогое, но имеет очень хороший эффект, когда мы возмещаем затраты сельхозтоваропроизводителям за обучение и проведение практики непосредственно в производстве. Прием заявок на получение субсидий в этом году стартует в Министерстве сельского хозяйства Башкортостана с 22 мая и продлится до 1 июня. Документы принимают в электронной форме в системе электронный бюджет. Предприниматели из Уфы отправили за решетку на полгода за уклонение от уплаты налогов на 55 миллионов рублей. Решение принял Калининский суд города. В прокуратуре Башкортостана отметили, что 61-летний бизнесмен по меньшей мере 2 года незаконно возмещал НДС по фиктивным сделкам с подставными фирмами. По данным РБК ОФА, на скамье подсудимых оказался предприниматель Илькам Шарипов. Преступление он совершил в 2017-2018 годах, будучи генеральным директором Уфимской транспортной компании «Октай». В суде установлено, что в 2017-2018 годах мужчина, являясь директором коммерческой фирмы, организовал заключение фиктивных договоров с подставными компаниями. Неверные сведения о расчетах по сделкам были указаны в декларациях, в результате чего фирма уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 55 миллионов рублей. В ходе следствия и суда Шарипов вину не признал. Суд наложил арест на его имущество. Бизнесмена приговорили к 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Жители Башкортостана получили в апреле 72 тысячи новых кредитных карт. Это более чем на 2% меньше, чем в марте, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. По словам экспертов, это во многом является следствием жесткой кредитно-денежной политики Банка России по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. В этом смысле кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода. В целом по стране банки сократили выдачу на 1,5% до 2,2 млн. в апреле. При этом объем лимитов по кредиткам напротив вырос на 7,5% и составил 240 млрд. рублей. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.